А вы в курсе, что за 8 лет работы детского закона в Краснодарском крае было выявлено и возвращено в семьи 180 тысяч детей. Вот еще некоторые цифры статистики. Если, например, в августе 2008 года, когда только закон был принят, в сутки в среднем фиксировалось около 1200 подростков, которые в ночное или вечернее время находились на улице без присмотра родителей, то сегодня среднекраевая цифра примерно 20-23 несовершеннолетних ребенка. То есть эффективность работы закона налицо. Но сегодня в нашей программе мы поговорим не только о реализации детского закона на территории нашего края, но и о работе в целом государственной программы Краснодарского края, которая называется «Дети Кубани». Она рассчитана до 2021 года. Ну и в числе прочих ее цели – это снижение семейного неблагополучия, социальная реабилитация и адаптация подростков и обеспечение профилактики безнадзорности и беспризорности в Краснодарском крае. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Ну и сегодня гость нашей программы – начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации города Сочи Иван Кирдянов. Здравствуйте. Здравствуйте, Иван Евгеньевич, спасибо, что к нам пришли. Вы являетесь руководителем отдела по делам несовершеннолетних сочинской мэрии. В чем заключается задача вашего отдела? Как вы взаимодействуете с полицией? Ведь там тоже есть отделы по делам несовершеннолетних. И в чем вот разница ваших функций? Ну, нужно сказать о том, что полиция, да, и наша служба, мы различаемся еще по составляющим частям. То, что полиция является федеральным органом власти, мы являемся муниципальным органом власти. В полиции существуют отделы по делам, подразделения по делам несовершеннолетних, которые также занимаются профилактической работой, но с теми несовершеннолетними, которые в основном были выявлены за преступления и за различные правонарушения, которые они совершили. Наш отдел по делам несовершеннолетних обеспечивает координацию органов системы профилактики безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних, которым является это 9 основных органов, в том числе и полиция. И мы обеспечиваем деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Сочи. У нас в каждом районе созданы такие отделы, которые обеспечивают деятельность каждой комиссии в район, внутри городского района и взаимодействуют также с субъектами системы профилактики. И поэтому можно сказать, что это межведомственное взаимодействие, и каждый выполняет свою определенную функцию в соответствии с нормативными правовыми документами. В целом, чем занимается отдел? Главное направление работы и главные задачи? Отдел по делам несовершеннолетних, ну первое это то, что обеспечивает деятельность городской комиссии. К нам поступают все материалы, которые возникают в городе. Нам поступает, например, информация обо всех чрезвычайных происшествиях, происходящих с детьми. Данная информация обрабатывается, анализируется, направляется в районы для организации работы. Выясняются причины и условия, почему произошли данные чрезвычайные происшествия. То есть мы проводим анализ всей информации, которая поступает к нам в отдел, формируем определенные вопросы, выносим их на заседание комиссии. Комиссия уже принимает решение, и наш отдел уже затем занимается также мониторингом выполнение тех поручений, которые дает председатель комиссии, и выполнение вообще в целом по городу тех нормативных правовых документов, которые направлены на защиту и охрану детей. Вы работаете и с трудными подростками, и с детьми, которые в неблагополучных семьях. Статистика есть какая-то? Увеличивается количество их или уменьшается? Благодаря чему? Какие факторы на это влияют? У нас в основном сейчас, в настоящее время, держатся в одной паре, это динамические процессы. Эти процессы зависят от многих факторов, как и от социально-экономических, так и от миграционных процессов. Сейчас у нас, в настоящее время, у нас состоит 129 несовершеннолетних на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, и 110 семей. В основном, вся основная работа происходит на уровне районов. То есть, комиссии по делам несовершеннолетних внутригородских районов, это те рабочие лошадки, которые выполняют непосредственно работу. Наш отдел и наша комиссия рассматривают вопросы более глобального уровня, и принимают решения более глобальные. То есть, каким образом наладить работу, чтобы она была более эффективна и совершенна. В настоящее время, ну, у нас динамика, конечно, увеличивается. Это связано с тем, что у нас начинает поступать большое количество приезжих семей на нашу территорию города Сочи. Ну, действительно, город Сочи после Олимпиады стал очень привлекателен для людей из разных регионов страны. Многие сюда приезжают, остаются на ПМЖ, приезжают с детьми. И вот последняя цифра, что в последнее время 5,5 тысяч детей сюда переехало на постоянное место жительства. Как работаете с так называемыми вновь прибывшими? Этот вопрос уже у нас возник в прошлом году, и возник он по инициативе образования, управления образования. И мы замечали, что в основном чрезвычайные происшествия происходят именно, и факторы неблагополучия, скорее всего, выявляются именно у семей, которые прибыли вновь к нам на территорию города Сочи. Поэтому было принято решение, мы организовали работу по посещению данных семей. Эти семьи посещаются образовательными организациями. В случае наличия признаков трудной жизненной ситуации, либо признаков социально опасного положения, данная информация направляет в другие органы системы профилактики. И там, если подтверждаются данные признаки, то данная информация уже выносится на заседание комиссии. И комиссия коллегиальным образом принимает решение поставить данную семью или несовершеннолетнего на профилактический учет и продолжить с ней работу. Либо поставить, дает рекомендации на постановку на внутриведомственный учет, для того, чтобы посмотреть в течение, например, такой срок для просмотра изменения ситуации, это полгода. Улучшится ситуация, либо ухудшится. И тогда повторно уже на заседании комиссии будет рассматриваться данный вопрос. И в этом году, да, это только мы зарегистрировали те, которые пришли вновь в образовательные организации. В настоящее время управлением по образованию и науке организована работа по посещению данных семей. Классные руководители обязаны посетить данные семьи, познакомиться с этими семьями, узнать их статус, кто приехал, откуда. Какие материальные там благосостояния данной семьи, где они проживают, чем они увлекаются, какие у них взаимоотношения внутри семейные. И если вот так же во время таких подворовых обходов у них выявляются, либо закрадываются сомнения, что есть какие-то признаки неблагополучия, данная информация, ну, конкретно будет направляться в управление социальной защитой населения и в комплексные центры, в которых существуют отделы профилактики семейного неблагополучия. И они уже, это те специалисты, которые будут выявлять, есть эти признаки или нет этих признаков, и будет организована в дальнейшем и работа. У нас сейчас приоритетным вообще направлением определено как и в крае, так и в городе Сочи, это раннее выявление семейного неблагополучия, как среди детей, так и среди семей с признаками неблагополучия. Вот вы назвали цифру 129, да, если я не ошибаюсь, детей, которые стоят на учетах, и 110 семей. Какую работу с ними проводите профилактическую? Насколько я помню, одно время закрепляли за детьми так называемых тренеров-наставников. Продолжается ли эта работа и какую работу ведете еще дополнительно? Ну, эта работа продолжается у нас в постоянной основе, не только у нас тренеры, но и другие наставники. В некоторых районах вообще собирается даже базы, банк данных наставников. Эта работа, конечно, очень кропотливая, потому что с ребенка к ребенку нужно найти подход. Не всякий ребенок, не всякий взрослый человек пойдет на контакт как со взрослым, так и с ребенком. И наставники, они проводят определенные работы. Есть у нас положительные примеры, когда наставник очень тесно взаимодействует с несовершеннолетним и помогает ему. И несовершеннолетний становится на правильный путь, и мы снимаем его с профилактического учета. Это по поручению главы города, мы его не оставляем. Эта работа продолжается. У нас постоянно данный вопрос находится на контроле. Мы его рассматриваем, разбираем эффективность этих работ за семьями. Тоже мы планируем, чтобы иметь наставников, которые будут более конкретно уже оказывать им помощь в каких-то моментах. Потому что иногда там достаточно, например, получить семье какие-то определенные документы, и у них уже жизнь будет стабильна. А иногда, я понимаю, что есть семьи, когда там маленькие дети, и мне, когда они больше посвящают детям, и какие-то определенные документы, они не могут пойти в государственные учреждения и сделать их. Поэтому там как-то договариваемся мы, чтобы вне очереди, вне приемные дни, чтобы пойти, они их пригласили, с ними побеседовали, сделали и так далее. Поэтому работа в данном направлении, она продолжается. Но в систему профилактики же еще входит привлечение детей к активной жизни. Да, досуговая занятость у нас, она остается на первом месте. В образовательных организациях также проходит работа по привлечению детей в досуговую занятость. И приоритетным направлением является это вовлечение детей в досуговую занятость в 100%. Чтобы они занимались в различных дополнительных студиях, кружках, клубах и так далее. И особенно приоритетным направлением это вовлечение именно подростков, которые требуют особого внимания государства. Сейчас я предлагаю поговорить о реализации в Краснодарском крае и на территории города Сочи детского закона так называемого. Он был принят, я напомню, 1 августа 2008 года. Это информация для наших телезрителей. Насколько он эффективен? Показал ли он эффективность на территории города Сочи? Ну и для тех телезрителей, кто пока не знает, в чем суть этого закона заключается? Ну детский закон, это как бы пилотная площадка нашего края была. Мы первые приняли данные закона территории Краснодарского края в 2008 году. В этом году было уже 8 лет этому закону. И он убрал детей с улиц. Его направление было связано именно убрать детей с улиц, чтобы не было преступлений в отношении детей, чтобы они не совершали преступления и противоправные действия. Динамика идет положительная. Наши дети информируются постоянно, как жители нашего города. В образовательных организациях размещены информационные стенды, реализация детского закона, о его приоритетных направлениях. Потому что мы знаем, что основные приоритетные направления закона связаны с тем, чтобы убрать детей с улицы и увеличить ответственность родителей за своих детей. Потому что именно у нас дети до 7 лет должны находиться круглосуточно под наблюдением взрослых. То есть родители не должны его оставлять от 7 до 14 лет. У нас дети до 9 часов могут свободно посещать, находиться самостоятельно, без родителей. И с 14 до 18 лет они могут находиться без законных представителей, без родителей. Это до 22 часов. Многие говорили о том, что это происходит ущемление прав детей. На самом деле детский закон не ущемляет права детей. Они могут также свободно находиться во всех частях нашего города, но в присутствии своих родителей, либо других законных представителей. Это направлено на то, чтобы, как правило, увести их от опасности. Есть у нас, конечно, нерадивые родители, которые не исполняют требования закона. Происходит выявление детей. И родители привлекаются к административной ответственности. Поэтому закон, я считаю, что он показывает эффективную свою работу. В настоящее время у нас данная реализация перешла на добровольные народные дружины, потому что вся ответственность сейчас у нас в прошлом году постановлением комиссии были полномочия переданы это федеральному органу, это полиции. Сейчас полиция в основном участвует в данных рейдовых мероприятиях с привлечением добровольно-народных дружин. Ну а так все как бы направлены и нацелены на выявление детей и на то, чтобы они не находились в неположенное время без законных представителей на улицах, скверах, парках нашего города. Ну как часто проходят такие рейдовые мероприятия и как реагируют, возможно, отдыхающие на улицах? Потому что в некоторых регионах о законе знают меньше, чем в нашем крае, так сказать. Как реагируют туристы наши? Соглашаются ли они, не соглашаются? Рейдовые мероприятия могут происходить как в ежедневном режиме в настоящее время, так происходят, либо усиление их происходит в определенные событийные мероприятия, происходящие на территории нашего города. Информируются те гости, которые прибывают к нам в город Сочи, информируются, у нас, вот мы практически слышим это, и на площади перед железнодорожным вокзалом постоянно происходит трансляция о действиях на территории города Сочи, Краснодарского края, детского закона. Это в крупных торговых комплексах, как Море Мол, на торговой галерее у нас постоянно происходит информирование. Кроме того, во внутригородских районах у нас происходит и раздача флайеров, листовок о том, что на территории города Сочи у нас действует именно детский закон, который ограничивает пребывание детей беззаконных представителей на улицах нашего города. Ну и еще немного цифр статистики по работе детского закона в Краснодарском крае за последние 8 лет. Так, за время детского закона на Кубани было пресечено 30 тысяч фактов употребления алкоголя подростками. В пять раз снизился общий уровень употребления несовершеннолетними алкоголя. Более 7 тысяч продавцов, реализовывавших алкоголь несовершеннолетним, привлечены к административной ответственности. Свыше 50 тысяч родителей оштрафованы за нарушение их детьми детского закона. Из них только 4 тысячи повторно. И о том, что детский закон доказал свою эффективность, говорит и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Детский закон доказал свою эффективность на улице, а не на бумаге. На 93% снизилось число детей, состоящих на профилактическом учете за безнадзорность. Уровень подростковой преступности упал на 44%, а ночная преступность среди несовершеннолетних сократилась на 65%. Кто бы как ни относился к этой мере, на сегодня она остается действенной и актуальной. Это подтверждает и тот факт, что вслед за Кубанию инициативу поддержала Федерация. И впереди у нас осенние каникулы, тоже такое опасное время, дети расслабляются, родители тоже. Усиливаете ли вы в этой связи работу вашего отдела? У нас работа всех усиливается непосредственно. Самый, конечно, тяжелый момент, это связано именно в летний период у нас, потому что дети у нас уходят из образовательных организаций, они становятся менее занятыми, но мы не расслабляемся и в течение всего года. И когда наступают каникулы, как правило, также идет активизация работы, направленная на привлечение детей и заняться их в досуговой занятости. То есть создаются какие-либо мероприятия для них, участвуют они в конкурсах, посещают кружки. Поэтому все органы системы профилактики, конечно, в данный период времени усиливают свою работу и тем самым стараются для того, чтобы как можно меньше было совершено детьми противоправных действий, преступлений, либо совершено преступление в отношении них. Ну и давайте подведем итог нашей беседы. Как вам кажется, основные достижения вашего отдела, работы вашего отдела за последнее время, над чем все-таки нужно еще потрудиться и обратить особое внимание на какие моменты? И наш отдел начал работать эффективно. Кроме того, мы сейчас разрабатываем серию мероприятий для того, чтобы вовлекать детей именно, формировать у них здоровый образ жизни, привлекать их к досуговым формам занятости. Наш отдел разрабатывает различные инструкции, порядки для того, чтобы более была эффективная работа органов и учреждений системы профилактики. Ну и стараемся на дальнейшее сейчас сотрудничество, более глубокое межведомственное взаимодействие между органами и повышение, конечно, качества индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними семьями, которые требуют особого внимания государства. А какие-то острые проблемы, которые требуют решения? Острые проблемы? Да, они все практически, эти проблемы, они не острые, они находятся первоочередными, и мы стараемся, конечно, их решать. И мы их решаем. Таких сильно острых проблем не существует. Спасибо большое за очень интересный разговор. Спасибо, что пришли к нам в студию. Напоминаю, что гостем нашей программы сегодня был Иван Кирдянов, начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации города Сочи. Спасибо большое вам. Спасибо большое. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА